Мы, ультраправые, любим говорить о том, насколько мы сейчас угнетены, что нас лишили платформы, раскололи и тому подобное, но нас ещё не раздавили железной пятой. Мы это ещё не почувствовали, но это произойдёт. Это надвигается. Подобные видеообращения на фоне флага конфедерации, антисемитские лозунги, изображения свастики, сотни постов о превосходстве белой расы и христианства, призывы присоединиться к организациям расистов и отвоевать Америку. Всё это американцы, принадлежащие к разным группам ненависти, свободно распространяют в российской социальной сети ВКонтакте. Именно сюда они переместились после того, как Твиттер и Фейсбук начали блокировать их аккаунты. А недавний запрет любого проявления расизма на платформе Фейсбук и вовсе усилил активность этих групп в альтернативных социальных сетях. Люди перемещаются из Фейсбука и Твиттера на платформы вроде Гэп, Телеграм или ВКонтакте. Это я называю эффектом американской игры «ударь крота». Ты удаляешь их из одной платформы, а они появляются на других. Но я также считаю, что они лишились именно того, к чему стремятся. Большой аудитории, симпатизирующей их взглядом. Аудитория белых расистов ВКонтакте сравнительно небольшая. Так, у Майкла Хилла, неоконфедерата и лидера организации «Лига Юга» в российской социальной сети более 400 друзей и полторы сотни подписчиков. На этой платформе Хилл и его сторонники распространяют идеи создания Юга США, где нет мусульман и евреев. Правозащитники США называют Майкла Хилла экстремистом. Страница его организации «Лиг оф де Саус» заблокирована в Фейсбуке. Мы знаем, что они очень активны ВКонтакте, но они лишь одни из нескольких российских групп США, которые активны в этой социальной сети. Другая – национал-социалистическое движение неонацистского толка, а также российское сообщество «Шиллд Уолд Нетворк». Знаете, они не перестают искать методы пропаганды своих экстремистских взглядов. Почему ВКонтакте не исключат из своего сообщества националистические и российские организации? На этот вопрос голоса Америки администрация ВКонтакте уверяет. ВКонтакте решительно выступает против призывов к насилию, экстремистского и противоправного контента. Мы удаляем подобные материалы и блокируем сообщества и страницы, которые их распространяют, в течение нескольких минут после жалоб пользователей. Некоторые аккаунты расистов действительно заблокированы, но большинство свободно публикуют здесь призывы к насилию и даже убийствам. На страницах этих сторонников превосходство белой расы, также новостные ролики российских федеральных каналов, посты как на английском, так и на русском. Чат Бэгвелл говорит, что для постов на русском пользуется программа «Яндекс.Перевод». Мужчина из Алабамы утверждает, что он использует ВКонтакте с 2015 года. В своих видеообращениях он говорит о расистах, используя местоимение «мы». Но в переписке с нами уточняет, что он теперь не принадлежит группе ультраправых националистов, а является анархистом. «Я думаю, ультраправые были тесно связаны с националистической и популистской составляющей политической программы Трампа. И ультраправые потерпели большую неудачу, когда эта программа не оправдала себя». Жалобы о том, что их лишили права на свободу слова, из списки компаний, которые необходимо бойкотировать. Об этом сторонники превосходства белой расы пишут в последние месяцы в альтернативных социальных сетях. Подобные закрытые платформы Джулия Эбнер, автор книги об экстремизме, называет сложными для мониторинга. «Мы проследили, что крайне правые экстремисты используют эти альтернативные платформы, которые мы называем темными каналами связи, потому что их сложно отслеживать. Иногда у спецслужб нет никакой возможности получить доступ к этим данным. Например, стрелок в синагоге Питтсбурга был очень активным на платформе ГЭП, которая тоже среди этих темных каналов общения. Стрелок в край с Чёрч пользовался некоторыми старыми техническими платформами, как, например, HN, на которой он публиковал свои так называемые манифесты». Бывшая сторонница движения «Превосходство белой расы» Шеннон Мартинес говорит, что социальные сети для расистов — это источник вдохновения. «Я вышла из экстремистского движения 25 лет назад. Это люди со сломанными судьбами и самым целесообразным способом обретения силы и значимости, они считают унижение других и лишение их человеческих качеств. Этих людей надо заново учить чувствовать, сочувствовать. Даже если это просто слова, которые ты набираешь на клавиатуре, они наносят боль людям. И это не просто идеология, это реальные люди. И то, что ты делаешь, может нанести серьезный вред». Шеннон Мартинес в «Отсемерах детей» сегодня помогает молодым людям избавиться от радикальных ультроправых взглядов. Новую инициативу Фейсбука и других американских компаний по блокированию риторики ненависти она называет первым шагом в борьбе с радикализацией молодых людей. Анушеви Тисян, Давид Гогохия, Настоящее время Америка, Вашингтон.